Всем привет! Мы продолжаем играть American Truck Simulator. Я взял новый маршрут и мы поедем с вами через штат Юта. И доберемся аж до Айдахо Фоллс. Далеко. Большой маршрут. 752 мили. Скорее всего мы разобьем его или на 2 или на 3 этапа. И взял я вот такую вот интересную штуку. Погрузчик. Мы с вами везем погрузчик. День у нас только начался. Ну как? В общем-то середина дня. Самое главное то, что мы выехали. Посмотрим окрестности. И где-то на ночь, скорее всего, где-то я приляжу, присяду. Короче говоря, где-то мы приостановимся. Вот. Также посмотрим, как наш движок работает. Новый, обновленный. Короче говоря, мне кажется, что будет интересно. Так. Левт. Окей. О, брателла, смотри. Совершенно одинаковые. У нас только немножко лучшее... Лучшее оформление, так скажем, да? Выезжаем из этого милого городишки. Я проезжал тут, смотрел окрестности. Красиво, как по мне. Уютный такой городок. Мы его покидаем, и кто его знает, сможем ли мы еще сюда когда-нибудь приехать. Вот, опять-таки. Я благодарю всех, кто поставил лайки к прошлому видео, кто его посмотрел. О, денежки нам капали. Вот одного из наших водителей. Помните, мы собираемся набрать 20 тысяч, заработать. Но если доберемся, довезем в целости и сохранности этот погрузчик, то я думаю, что у нас сумма наберется, и мы сможем приобрести еще один трак. Вот, я бы очень этого хотел, конечно же, потому что новый и интересный трак, мы на нем покатаемся, сами сядем. И в прошлой же части проапгрейдили, улучшили свой гараж. Теперь он на 5 мест. Вот там была критика в комментариях, что нафига можно было новый купить, за ту же цену зачем старый обновлять. Ну, я уже и говорил, почему мы это сделали. У нас пока что один гараж, и думаю, что еще некоторое время он будет один. Вот, и чтобы не распыляться по разным гаражам, по разным городам, не нанимать работников. Вот, у нас же, помните, там, да? Stay right, stay right, stay right. They turn left. Вот, и чтобы опять-таки Сидорича не вызывать старого уже, уже на пенсию просится, уже ему мало чего охота. Поэтому, пускай будет один гараж и один дед. Так, я ничего не вижу, честно. Ага. Интересные эти. Что за фигня? Ну, по идее, мне должен загореться, правильно? Да. Это какая-то дичь. Первый раз такое вижу. Каждый раз, первый раз. Не, ну реально. Такая странная разметка. Странные светофоры, мягко говоря. Вот, тем интереснее. Вот, и мне также в комментариях писали, что давайте только, не только вид из кабины будешь делать, но и также вид от третьего лица. Давайте. Так, больше видимости, так мы больше сможем с вами рассмотреть всего. Вот единственное, что, да, придется ставить вот так вот. GPS-ик. Чтобы не пролететь куда-то. Смотрите, какая выжженная пустыня. Поехали. Поехали. Да, так, конечно, намного больше видимости. За нами точно такой, видите? Точно такой же груз везут. Прикол. Так, видимости, конечно, больше, но реализма меньше. Поэтому давайте перемещаться в салон. Дорога тут. Мне кажется, что более-менее, да, вот, четыре полосы в другом направлении. Значит, можем немножко разогнаться и, возможно, даже полмаршрута сделать. Если по-хорошему. У нас все пойдет, то, может быть, полмаршрута мы в одной части и сделаем. По крайней мере, не будем к этому стремиться. Я сам уже, знаете, в нетерпении, потому что мне реально хочется испробовать новые грузовичок. Который мы с вами купим. Что это? Что-то мы проехали. Что-то мы проехали. Давайте поставим на круиз-контроль, чтобы можно было Немножко ноги снять с педалей, которые уже устали, уже там ботинки жмут, носки уже не стиранные две недели Ну а где тут постираешься? Разве что остановиться возле реки и в реке немножко эвакуация Вот тут горные такие солидные дороги Такой в опасной близости проезжают автомобили Потому что это не очень хорошо выворачивает, так сказать, радиус поворота наш По сторонам прям такая дорога, что по сторонам особо некогда смотреть Посмотреть есть на что, как помню И каждый раз у реки проезжаешь Интересно, когда оленей добавят? Да, что тут написано, нарисован знак, что оленя Когда? Перекати поле, мы уже видели Оленей еще нет Наверное, когда-нибудь добавят Rest area, но нам пока рано На отдых Только выехали Еще полный сил, энергии Ехать, доехать Вот, если бы какая-нибудь точка обзора, я бы заехал, наверное Но я посмотрел на карте и не увидел тех точек обзора, которые мы открыли Ну, чтобы наметить маршрут, скажем, да Поставить точку и туда подъехать То ли не туда смотрел, то ли реально такого пока что нету И нужно их как-то... или запоминать, или что-то С・ anyways ini Получается, когда мы вот здесь Подб builders Подбалистick Еще раз Подбалистки Какое-то непонятное индейское поселение что ли Странное какое-то Вот я еще хочу съездить в штат Вашингтон Мы там редко были, редко, но метко И вообще мало поездили по Америке Потому что тогда было только три штата открыто всего-навсего Сейчас значительно больше Плюс ко всему же еще один, по-моему, анонсируется Представляете? Ездить да ездить, работать да работать Ну тянет на гору, тянет Новый движок наш 600 лошадок, я вам напомню Такую бандурищу все-таки тянет Такую бандурищу все-таки тянет О, смотрите, горные водопады И легко съехать туда Вообще нету Никакого ограждения, аж странно как-то Как такое может быть Наш непрокачанный товарищ Видите, даже в гору, даже разгоняемся Короче говоря, движок рулит Не зря отвалили за него Так Что там у нас? Куда нам дальше? Это что? Там новая дорога строится, что ли? Так, я сейчас заеду Туда не надо Лучше туда не ехать Вот это, кстати, дорога для нас тоже новая Я по ней не ездил Каждый раз едем и что-то новое открываем на себя Смотрите, какие опасные дороги, да? Капец Буквально зевнешь, и ты уже все, улетел Хвойные леса так быстро сменилось Только что ехали вроде бы как в пустыне Все сухое было Пусты, трава И тут уже зелень И смотрите, да? Каких-то 100 миль проехали Деревья зеленые, хвойные Может быть, это потому, что Выше в горах Больше сырости Прохладнее Кто его знает Все может быть Спасибо за субтитры Алексею Дубровную Не то чтобы крутые серпантины здесь Но все равно Все равно опасно Вот я хотел, знаете, еще два прицепа попробовать взять Вот как-то еще более длинномерный будет у нас грузовик И вот тогда по вот таким дорогам, конечно, ездить будет интересно Я уж не говорю, в городе заехать на какой-нибудь перекресток Где и так-то сложно проехать его А с каким-нибудь длиннющим, а еще двухсоставным Сдать назад же невозможно Это капец Но это будет челлендж настоящий Смотрите, вода высохла Видите уровни воды? Прикол Водохранилище какое-то пересохло Такое жаркое место Так, у нас 50 километров О, как раз проедем по мосту Интересно будет Не успел прочесть, что там было написано Что за мост? Да, что за дата? Что за мост? Что за мост? Что за мост? Не разгоняться лучше Не разгоняться лучше Так, ну ничего, нормально едем Кстати, вот она дамба, да? Да Это дамба Туда был даже проезд какой-то Шептан будет посмотреть Закрытый К сожалению Тут, знаете, тут даже хочется как-то Вот без груза покататься Позаглядывать Где-то поостанавливаться С грузом ты обязан Ты должен его довезти И как можно быстрее И как-то, знаете, связан Паруками накапливать То ли дело без груза То ли этаж Тут два Кое grinding То ли Дамба Дамба До Интересно, что за нами едут, а впереди никого нету. Давайте попробуем 65. 65 нельзя. 55 уже. 35. 55. Только хотел было разогнаться, как-то темнее быстро, что ли. Что это за за худалый городишко такое? Монтрос. Терек-майк. Нам сегодня повезло на светофоре не стоять. Так, там я вижу ремонт. Там у нас также станция техобслуживания. Вернее, это станция техобслуживания. Какой-то знак вопроса. У нас что-то магазин у вас был. Что-то мы откроем. Петербург. Прекрасно. Вот, она. Правый мы можем, на красный мы можем поворачивать. Вот, я знаю, что вы знаете. Это я сам себе напоминаю. Вот, кстати, я недавно новость прочел о том, что изменились правила дорожного движения в Украине. Кто знает. Напишите, что именно там изменилось. Так как я не особо не водитель машины у меня нету, то я и не интересовался. Но если вам не лень, и вы знаете, о чем идет речь, то напишите просто ради интереса. Ну, самое важное, может быть, какое-нибудь. Может быть, теперь можно на красный поворачивать направо? Направо, а? Это было бы классно. Это было бы здорово. Разгрузило бы перекрестки. Светопоры. Это было бы невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только собираешься разогнаться хорошенько Тебе говорят, что тормози Успел таки проскочить А поезд может не остановиться, если перед поездом так скакать Смотрите, какая река Широка и глубока Тут такие узкие дороги вообще капец Мне кажется, что я сейчас краску обдеру Смотрите, все-таки заехал куда-то Я уж не говорю, если бы кто-то на перекрестке стоял Я бы точно его зацепил И это еще не самый длинномер, о котором мы с вами говорили Да, в самом начале Grand Junction По-моему, соединение, да? Большое соединение, как-то так Или большой перекресток Или большая развязка Чем же она такая большая, эта развязка? Продолжение следует Смотрите, как разогнаться Так, а ну давайте глянем на карту, сколько мы уже проехали Мне кажется, что мы уже проехали больше половины А ну, да какой там, даже треть не проехали еще Кажется, так долго уже едем, просто нереально Ну давайте доберемся, что тут у нас есть интересного Так, где я сейчас, я вот тут вот еду, да, выедем на трассу Весовая, вот, наверное, весовой тогда и станем Скорее всего, нас сюда попросят Прайс потом у нас идет какой-то, да, мы его проезжаем мимо Нету точек, вот, точек обзора Как-то в последнее время их вообще стало все меньше и меньше Наверное, смотреть не на что тут особо Time to get the job done Аааа, что такое Go straight Еще так затормозил Еще так затормозил Да, я сейчас перестроюсь Go straight Чтобы меня потом не подрезали Вот у них тут перекрестки, капец Смотрите, да, это ж нужно было такое придумать Stay left and then exit left Exit left Так, ну ладно, ничего, нормально, едем Будем привыкать потихоньку К новым трудностям на дорогах Интересно, весовые все-таки Можно будет заезжать или нет Каждаем их Как она ко мне? Может быть, она хочет Она, кстати, как она может быть на красном автомобиле не решается все обогнать один раз ему не удалось все-таки переборолся вот рисовая никто ничего не говорит говорят еще и как классно что на весовых еще можно и отдохнуть если тебе не нужно взвешиваться на пример окей можем продолжать маршрут так ну что я предлагаю продолжить следующей части спасибо вам за то что смотрели не забывайте ставить лайки этому видео и всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...